Но тем временем в центре Тюмени в очередной раз меняется схема движения транспорта. Сразу на нескольких перекрестках закрывают левые повороты. Это очередная попытка сделать городские улицы безопаснее и свободнее. Где перестанет действовать право проехать налево и как такие нововведения оценивают водители, узнала Александра Сосновская. Сомнительная, конечно, мера. Вот, допустим, сейчас мы бы могли повернуть налево в сторону обездной дороги. Сейчас нам приходится делать круг и, соответственно, пробка. А время – деньги в прямом смысле. Запрет левых поворотов пассажирам такси дорого обходится. Так при спуске с моста Мельникайте на 30 лет победы не попасть. Поворот на Гнаровской тоже недавно закрыли. В итоге перепробег почти 2,5 километра плюс 40 рублей к чеку. По таким правилам даже навигатор отказывается работать. Навигатор строит по одной системе, схеме движения, что разрешенный поворот налево, сумма приходит 120, а на самом деле поворот запрещенный, приходится возить кругами. Выходит поездка около 200 рублей. Решение об упразднении левых поворотов принимают на основе данных об аварийности. Так, в прошлом году на городских дорогах произошло 1492 ДТП. 47 человек погибли. Специалисты внимательно изучили причины и составили новый список перекрестков, где теперь водители не имеют права поворачивать налево. Вот видите, он по диагонали пересекает проезжую часть. Мог бы быть совершен боковой удар. А скорость потока 90 километров в час. На профсоюзном мосту разворот закроют уже в понедельник. За три года 40 аварий. Пробовали рисовать разметку – не помогло. Сейчас установили знаки. Заправки и от торгового центра. Теперь дорога только прямо. А это лишние 400 метров. На март запланировано еще несколько изменений. Ограничения введут на улице Первомайской. Со стоянки напротив сквера сибирских кошек уйти можно будет только направо. По новой схеме водители поедут и по Камышинской со Смоленской. Мира, она оперативная, малозатратная и эффективная. Кто был в крупных городах и Москва, и Казань, и Петербург, обратил внимание, там с левыми поворотами вопрос решается достаточно просто. С помощью отнесенных левых поворотов, либо отнесенных правых поворотов через квартал. Они запрещены у них, левые повороты. И это в первую очередь и на пропускную способность, и на безопасность оказывает положительный эффект. Среди тюменских водителей, как ни странно, нашлись сторонники таких нововведений. Человеческая жизнь, по их словам, дороже потерянного времени и тем более денег. Я считаю, что это правильно, что левый поворот закрыли. Меньше, наверное, и ДТП будет. Александра Сосновская, Евгений Доценко. Тюменское время.